Здравствуйте, Аркадий Владимирович. Здравствуйте. Меня зовут Илья. Давайте пока едем покажу вам, чем мы занимаемся. Давайте. Мы разрабатываем говорящего ассистента для мобильных устройств. То есть он говорит голосом и отвечает на вопросы и выполняет действия. По-русски? По-английски. Hello. What's the weather like? Ну и так далее. А чем это отличается от того, что есть у Apple? Да, у Apple. Мы поддерживаем немного разные сервисы, но в принципе мы поддерживаем еще много очень платформ, то есть часто на андроиде. Apple нам очень помог продвижением, потому что люди начали искать аналоги, например, для андроида. И у нас за последние два месяца около 700 тысяч загрузок. Это лучше, чем у них? Это не лучше, это сравнимо в чем-то лучше, в чем-то хуже. То есть, ну, примерно мы наравне сейчас идем. А выбирать голос можно? Выбирать голос можно, да. Можно мужской, женский и внешний вид тоже можно выбирать. Это плюс, да, потому что, по-моему, у них нельзя выбирать. Да, у нас такая больше персонализации. То есть, людям очень нравится, что можно вот общаться. А почему только по-английски? Сейчас по-английски будем делать для русского языка, для испанского, для китайского. Мы сейчас резидентом с полково ставим. Понятно, да. Интересно. Ну, мне кажется, когда многоязычный будет, тогда это будет действительно интересно. Ну, конечно. Да, только по-английски. Скорее повторение пройденного. Нет, для других платформ, просто все остальные тоже хотят это. А Apple не будет выпускать для других платформ. Понятно. И, в том числе, мы выпустим еще для всех айфонов, которые ниже по версии, чем 4s. Соответственно, все владельцы айфонов текущих тоже смогут получить эту функциональность. Apple тоже не будет делать. А с iPad тоже самое можно сделать? Да. Да, конечно. С iPad, с любыми планшетами. Чтобы еще неожиданно он что-то спрашивал пользователя. Да, да. У нас будет wake-up. Можно, во-первых, с выключенным телефоном сказать, там, Hey Assistant. Он проснется. И он, да, он сам может спрашивать. Или, например, проверяет, например, вы на встрече. У вас там через 15 минут какая-то другая встреча. Не забыл ли вы, да. Да. Он может предложить, позвонить кому-то, там, организовать поездку или вот что-то такое. Понятно. Вот, например. Интересно. Да. Ладно. Мне понравилось. Отлично. Все, спасибо большое. Спасибо. Выходить надо, да? Да. Или еще не доехали. Доехали, да. Удачи. Все, я тоже доехал.